Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блок. Долбанула чего-то. Выпью, жарко, нос сгорел, но появилось вдохновение записать для вас видео в преддверии дня всех влюбленных, наверное, так отодвину пока, чтобы не видели, о чем я буду говорить в преддверии дня всех влюбленных. Не хочу сказать аромат для свидания или ароматы на день всех. Я обожаю, обожаю вот эти вот Санкт-Петлегрин на вот эти банки, особенно когда жарко. Очень люблю. Кислый лимон. Кайф. День всех влюбленных. Хотите, справляйте, хотите нет. Для меня это вот не вот прям какой-то праздник, который мы реально справляем с моим мужем. Каждый день должен быть как день всех влюбленных. Но тем не менее, бывают такие дни, когда, например, вы хотите чувствовать себя особенно пленительно. Вы хотите всех покорять, обращать на себя внимание. И пусть вот день всех влюбленных будет именно такой. Для кого-то, для меня, для вас. Вы пойдете там куда-то, может быть, в ресторан, у вас будет романтический ужин дома, неважно, с друзьями. Это вот какой-то такой должен быть особенный аромат. И я выбрала именно особенные ароматы. Для меня они особенные. Они для меня, вот знаете, как что-то очень дорогое. Не в плане там денежного эквивалента, нет. Просто вот они изысканные, дорогие, особенные. Не на каждый день. Именно вот на какой-то выход. Выход на громкое какое-то такое приключение. Ну, не приключение там, смотря куда вы идете. Но что-то такое. Эти ароматы, это мое мнение. Кому-то они могут показаться очень тяжелыми, кому-то вообще не подходящими, не для какого-то романтичного выхода, грубо говоря, да. Но это мое мнение, это для меня. И давайте начну. Первый аромат, который я вам покажу, он особенный для меня. Я его не ношу каждый день. Я ношу его ну, под какое-то определенное настроение, под какое-то определенное событие. Это шейх. Шик шейх номер 30. Это арабская парфюмерия. Это дикий шлейф. Это громко. Это сочно. Это роскошно. Это богато. Это бархат. Это шелк. Это бриллианты. Это перебор во всем. Знаете, это вот такая... Если вот вы идете куда-то на выход, вы одеваете там самое красивое свое платье, шелковый шарф с кистями, какие-то кольца, какие-то браслеты. Вот это все можно дополнить вот этим шейхом. Необыкновенные цветы, необыкновенная роза, аромат буйный, аромат страстный, бурный. Аромат, знаете, такого вот... Если можно аромат как бы описать в цветах, какого он цвета, для меня это золото с красным. Вот он реально, он роскошь золота и страсть. Он красный, он маслянистый, он шлейфовый, он очень стойкий. Его нужно буквально там пару пшиков, даже можно на шарф куда-то. И уже он вам вскружит голову, и вам, и вообще всем окружающим. Вот такой аромат особенный для меня. Он реально пленяет. Дальше. Пленительный аромат для меня. Это Supreme Bouquet от Eves Saint Laurent. У меня это еще вот первый-первый выпуск, когда только они запустили эту линейку, сколько там это лет назад было. Почему я это говорю? Потому что я подходила, я пробовала новые как бы выпуски, и мне показалось, что он не такой. Ну, может быть, это у меня какое-то уже дежавю и паранойя, но вот мой более крутой. Аромат просто. Аромат от Туберозе. Аромат такой вот невообразимой женственности. Аромат цветочный. Аромат опьяняет. Аромат, знаете, как цветы, брызги с шампанского. Много смеха, много улыбок. Срывает комплименты, срывает аплодисменты. Аромат вот просто вот дивный, дивный. Для меня он так. Да, он особенный, и он на выход. Куда-то вот просто так, днем бы я бы его нет. Не надела. Дальше аромат. Аромат Коко. Коко Нуар от Шанель. Аромат, как дикий зверь, я уже говорила, переменчивый. Такой с коготками. Почули, роскошные цветы. Нереально крутой шлейф у него. Зачастую сама я этот шлейф не чувствую. Но окружающие всегда замечают его на мне. Я сама замечаю этот аромат на других женщинах. Ну, он прекрасен. И он, мне кажется, дополнит любой образ. Если вот куда-то вы собираетесь, на выход, куда-то на прогулку, какую-то романтик. Круто. Дальше. Такая, знаете, у меня получилась сборная солянка. Я вот просто сейчас открыла свои шкафы. И вот прям по наитию и взяла. Вот захотелось именно вот такое видео сделать. Далее. Аромат от Ван Клифф и Арпелс. Прэшес Ут. А, смотрите, сколько уже его. Мало. Осталось. Прэшес Ут. Он чем-то напоминает черную орхидею. Особенно на старте. Но потом он просто становится настолько мягким, настолько притягательным, настолько, даже можно здесь сказать, нежным. Аромат бархатный. Аромат, как такая дорогая парчевая накидка, расшитая какими-то, я не знаю, бриллиантами, россыпь звезд. И вот он такой вот прям, такой вкусный. Вот если да, его, он какой-то мягкий, знаете, вот он такой обнимающий вас аромат. Очень крутой, очень шлейфовый, очень стойкий. И мне кажется, когда вы в этом аромате, вот, ну, вас будет хотеться, вот, принюхиваться, понюхать вас тут, там, ну, что еще нужно для романтичного свидания, пленительного свидания. Вот он вот, да, вот он такой, пленительный аромат, красивый. Дальше для меня пленительный аромат. Это ботеговинетто. Это первый ботеговинетто, самая-самая первая версия. Это кожаный аромат, очень дорого звучащий. Наверное, это вот один из самых стойких, из самых шлейфовых ароматов. На одежде он может держаться, вот, ну, просто днями. Положите свитер в шкаф, откройте шкаф, и весь шкаф будет пахнуть этим свитером. И это, знаете, это круто, потому что запах нереально крутой. Богатый, роскошный, такой аристократичный, дорогой. Пахнет кожей, ну, такой, вы знаете, тончайший, лайковый, как вот перчатки бывают кожаные, да? Ну, все время, когда говорят про кожаный аромат, все время говорят про перчатки, про сумки. Ну, такой вот, какой-то ассоциации у меня. Великолепный. Вот меня этот аромат пленил уже давно, и я его... Это у меня старый выпуск тоже. Ну, закончится я, конечно, куплю его опять, потому что это уже второй флакон 100 миллилитров, нет, 75 миллилитров. И, ну, другого такого нет. Очень красивый. Далее, пленительный аромат абсолютно 100% это вот этот. Это суеверный от Фредерик Маль и Альберто Эльбаза. Вот такой у меня флакон на 50 миллилитров. Честно, ношу его крайне редко, хотя аромат мой самый-самый-самый-самый, наверное, любимый. Но я люблю его как искусство, я люблю его как арт, как арт-объект, как что-то такое... Не из мира всего, знаете, это вот какая-то неоклассика, и в то же время он невероятно какой-то... Немного ретро, да, в нём есть. Но всё-таки, как они это всё обыграли, Доминик Рэпион, конечно, не устаю повторять. Мой любимый. Пленил меня этот аромат. Знаете, чем? Он красивый, он густой, он породистый, он женщина из большой буквы, вот знаете, вот просто вот нереальной красоты. Вот я сейчас смотрю на себя в этой одежде, и, конечно, этот флакон нужно как-то туда отставить, потому что нет, мы с ним сегодня не дружим. Но, тем не менее, он олицетворяет вот просто мой внутренний мир, например. Вот женственный какой-то вот, все женские струны, характер, эмоции, вот всё вот есть в этом аромате. Это удивительно, как они именно в аромате раскрывают эти эмоции. Это кайф. Это кайф, я обязательно, думаю, его одену, но какой-то выход, если мы куда-то пойдём, вот я буду в нём. Он в то же время такой очень интимный, иногда даже я стесняюсь его носить, поэтому ношу его крайне редко. Далее. Пленил меня аромат, я люблю шипровый аромат, вот этот. Jewel for her от Mikalev. Драгоценный аромат, прекрасный. Как я узнала, да, снятый сейчас с производства, и, девочки, у кого будет возможность, если вы любите шипры, да, он должен у вас быть. Это тоже немножко ретро, немножко классика. Где-то по звучанию он напоминает Палому Пикассо, но так, отдалённо, и он более современный. Он, ну, он просто, вы знаете, вы его наносите, и вы весь день ходите просто... Ну, вы любовь, знаете, вот есть такой фильм «Я любовь». И вот это вот любовь. Любовь во флаконе, страсть во флаконе, доброта во флаконе, красота во флаконе, золото, серебро, бриллианты, всё это вот во флаконе. Классный, очень классный, попробуйте. Пленительный, яркий, очень стойкий, очень шлейфовый аромат. Вы даже не представляете, как у нас жарко. Ну, ничего, мы продолжаем. Следующий аромат, который меня пленил, и который пленяет окружающих, если я его ношу, очень много комплиментов собирает. Это «Леди Венджинс» от Джульет Хезеган, «Леди Месть». Это аромат рози, это шипровая роза, это роза такая колючая, злючая немножко, и такая вызывающе красивая. Очень красивый аромат. Знаете, достаточно вот его пару пшиков на весь день, он вам вскружит голову однозначно. Если вы ещё не пробуете, обязательно не пробовали, попробуйте. Если любите розу, роза такая тут бортовая, такая роскошная, бархатистая, маслянистая и шипровая. Что самое главное, я обожаю шипры, вот этот аромат, конечно, да. Куда-то на выход, куда-то вот на свидание будет очень хорошо звучать. И последний аромат, который я, который меня пленяет, который я бы, да, одела бы, я бы рискнула его одеть на какую-то особенную встречу, это «Чёрные специи» от Фредерика Маля, Нуар Эпик. Вот такой аромат. Наверное, я бы его одела более в прохладную погоду, но, знаете, и в жаре он звучит, ого-го. Это специальный аромат, очень такой щекочащий нос, щекочащий нос аромат. В то же время, опять-таки, с розой. Аромат с розой. Роза здесь пробивается через все специи, пробивается через все преграды и распускается каким-то, ну, просто нереальным ароматом чистейшей, бордовой красоты. Ну, это непередаваемый аромат. Вообще, Фредерик Маля с его художниками, они просто... Это вот то, что они делают, это произведение искусства. Не включила я сегодня в видео Карнел Флава, потому что для меня Карнел Флава, это вот я могу носить его вот когда угодно. А здесь вот он прекрасен, он мой один из самых любимых. А здесь именно те ароматы, которым нужен у меня, которым у меня особый подход, особое настроение, которые однозначно вот через года меня пленили и до сих пор пленяют, вот до сих пор я просто преклоняюсь перед этими ароматами. Такое вот получилось сумбурное видео, я надеюсь, вам понравилось. Не знаю, как это видео сочетается с Днём всех влюбленных и вообще посвящено ли оно этому празднику. Ну, в преддверии, так скажем, пусть будет так. Так, пишите, какие у вас ароматы, какие у вас ароматные планы на, может быть, этот праздник в кавычках. Ну, праздник, не праздник, всё, но приятно. Всё приятно, может быть, куда-то пойти. На этом всё, с вами была Алёнка Блок. Всем пока, чао-чао, пока.